Первый в истории кинокультурист, главный индейец Советского Союза, любимец женщины, кумир миллионов советских подростков, актер, каскадер и режиссер Гойко Митич, легендарный Чингачгук, сегодня побывал в студии Самарского губернского радио в программе «Культурные люди». Рассказал, чем закончилась его история личного знакомства с индейцами, почему он пошел в каскадеры, что было самым сложным на съемках картин про краснокожих, а также презентовал слушателям радиогуберния свои философские песни об индейцах, но на немецком. В кожанке, джинсах и кроссовках бодрый и позитивный самообаяние. Самому известному киноиндейцу сейчас 78. Но его физической форме по-прежнему можно позавидовать. Каждое свое утро, рассказывает Гойко Митич, он начинает с плавания, желательно в открытом водоеме, потом завтрак. Физическая нагрузка обязательно. По родному для него сейчас Берлину передвигается исключительно на велосипеде. В Самаре югославский актер и режиссер впервые удивлен, что именно здесь собрали ракету, которая доставила на орбиту Юрия Гагарина. Оценил «Волгу», но еще не искупался. В столицу Самарского региона Гойко приехал как почетный гость 11-го Всероссийского фестиваля «Соль земли». Интерес к документальным фильмам для него не случайен. Сам снимает кино, в основном для детей. Побывать в городе на Волге актер захотел после того, как посмотрел по телевизору матч «Сербия-Коста-Рика», который проходил на Самар-арене. Я позвал мою агентуру и сказал, что я хочу на фестиваль «Соль земли». Все равно, все остальные, что мне надо, термины, все бросайте. Я поеду в Самару. И это хорошо, что я здесь. В эфире программы «Культурные люди» на Самарском губернском радио Гойко Митич рассказал о том, что мечтал о карьере тренера, отучился в Институте физической культуры. А в кино сначала попал в качестве каскадера. Тогда ему, еще студенту, нужны были карманные деньги. Он умел скакать на лошади, был в превосходной физической форме. А потому эти внешние данные оказались как нельзя кстати. На голубом экране. Фильмы про индейцев, только американские, он тоже в детстве смотрел. Но тогда считал их злодеями и в уличных играх представлял себя ковбоем. А когда спустя годы получил предложение сыграть в фильме представителя племени краснокожих, начал изучать историю. И проникся уважением к людям, защищавшим свою землю от колонизаторов. Актер никогда не курил. И самым сложным, по его признанию, были съемки сцен с индейской трубкой мира. Я люблю людей, я люблю встречаться. Но как хочу, я отношусь к себе, я себе показываю, как я. Нормальным. Совсем нормальным. Некоторые вместо «О, вот звезда, что она у него». Нет, нормально. Кому это надо? Полную версию интервью с актером слушайте 24 сентября в 22.09 в программе «Культурные люди» на волнах Самарского губернского радио. А также онлайн на сайте губерниятв.ру. Настроиться на радиогуберния можно в любой, даже самой отдаленной точке Самарской области. Слушайте отличную музыку и познавательные программы. И участвуйте в акциях. Александр Кобыльсков, Алена Власова, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии. Новости губерния. Новости губерния. Новости губерния. Новости губерния. Новости губерния.